Из книги «Открытым оком» 15-й том, тема Лапкин книги, вопрос 2908. «Разве библиотеки так бедны, что не могут приобрести ваши книги? По крайней мере, получающие даром могли бы поискать вам спонсоров», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наша сестра Селина Галина Ивановна провела день в Краевой библиотеке и переписала адреса всех районных библиотек в нашем крае и все областные и краевые страны числом 122. И туда мы направили уведомление вот такого содержания. Мир вам! В Краевой газете «Алтайская правда» 13 декабря 2005 года на второй странице была помещена заметка, где говорится, что у меня вышла из печати за 4 года 21 книга. Общая цена комплекта всех книг и 14 тома, который должен выйти через 2 месяца, 2410 рублей. Цена не так велика, но у некоторых библиотек нет даже таких денег. Я предлагаю вам купить эти книги у меня, а если нет у вас денег, то мне бы хотелось сделать вам подарок, даром отдать в вашу библиотеку все 22 книги. Вам нужно к нам заехать по адресу Барнаул, улица Ползунова, 6А, близ реки Абби, ниже улицы Пушкина. Телефон 385-2-24-38-46-62-81-37, факт 6393-87, электронная версия книги, кристинебарнаул.ру. Если же нужно вам переслать, то почтовые расходы мы не можем взять на себя. Для этого нужно вам перевести на наш счет 1000 рублей. Если думаете к нам заехать, то предварительно позвоните, чтобы мы были дома. Нам обязательно выдайте бумагу с печатью, что получили от нас в дар своей книге. В любом случае просим позвонить или ответить письмом, чтобы мы, сохраняемые для вас, могли отдать другим. Игнатий Лапкин. 25 декабря 2005 года. Банк получателя. Алтайский Сбербанк Российской Федерации города Барнаула. Алтайский банк СБ РФ БИК 040-173-604 КПП 220202-003. Курс счет, расчетный счет указан. Получатель. ННН такой-то. Центральный ОСБ номер 0152-0161. Счет клиента. ФИО вкладчика. Лапкин Игнатий Тихонович. В рублях. Лекриденты Алтайского банка Сбербанка России для счетов в иностранной валюте. И указан банк в иностранной валюте. Лапкин Игнатий Тихонович. Реквизиты. Счет бенефициара. И все реквизиты. Сберегатель банка РФ. Алтайский край РФ филиал. Центральное отделение. 152. Город Сарна Барнаула в России. Банк корреспондент для переводов. Дойчбанк. Франкфург на майне. Банк корреспондент для переводов в долларах США. Реквизиты на иностранном языке. Скорее всего, английском. Просим сразу же ответить письмом. Позвонить по телефону. Уведомив нас о получении письма. 385-224-3846-62-81-37. Деньги посылать только по указанным реквизитам банка. Нам очень трудно ходить на почту каждый раз. Если есть возможность, постарайтесь найти нам спонсоров, помощников, чтобы издать следующую книгу. Дайте им наши реквизиты. Пересылка на банковский счет вам обойдется дешевле. Я обращаю сбивчивую речь к тебе, Господь, не в суетности праздной, а чтоб в огне отчаяния сжечь овладевающие мной соблазны. Пусть дым кадильницы души моей, сколь я не грешен духом, сколь не беден, тебе угодней будет и милей, чем воскурение праздничных обеден. Мой стон истошный, ставший песнопением, прими не с гневом, а с благоволением. Из дальних келей, из тайных уголков достал я слово, как со дна колодца. Пусть дым сожжения моих грехов к тебе всемилосердный вознесется, когда перед тобой предстану я с достывшей на губах мольбой бесплодной. Пусть жертва добровольная моя тебе не будет столь же неугодной, как стоны Акова в краю глухом. Или попирание твоего закона, правителем греховным Вавилона, как сказано в Писании, святом. Мой дар тебе пусть будет всеблагому угоден. Пусть себя он ублажит, как дым кадильниц китания Филома, которую воссоздал царь Давид. И вот, освобожденный от пленения, Давид поставил там на много дней. Да будет таковым и возрождение, Погрязнувший в грехах души моей. Сейчас настает, и громкий судный глаз Уже гремит в ущельях. Отмщение Он нас зовет и порождает в нас страстей противоборных столкновения. И сон мы, из сил недобрых и благих, Любовь и гнев, проклятия и молитвы, Блистает острием мечей своих, И дух мой превращает в поле битвы. И снова дух сметен, мой как в начале, Когда я благодати не обрел, Которую апостол Павел счел, Превыше Моисеевых скрижали. Не ведомо, что близок день суда, И на суде нас уличат во многом. Но, Божий суд, не если встреча с Богом, Где будет суд, я поспешу туда. Я пред Тобой, о Господи, склонюсь, И, отречась от жизни быстротечной, Не к вечности Твоей я приобщусь, Хоть эта вечность будет мукой вечной. Я грешен был, я приступал закон, Я за грехи достоин наказания. Страшнее, чем мука варварских племен, Поверженных Твоей гневной дланью, Для филистимлян и едометян. Годами ты отмерил наказание, Годами ты отмерил наказание. Но вечный огнь в удел мне будет дан За все мои сомнения и деяния, Ждет страшный суд меня. Но до тех пор удел при жизни Выпал мне не лучший, При жизни обречен я на позор И ожидание кары неминучей. Нас вознести или превратить во прах, Низвергнуть в ад или даровать спасение. Во всем ты властен, Все в твоих руках, Принявший муки в наше искупление. Грегоре нарекаться.